Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Медико Фитнес и вы ведущий Сергей. Сегодня у нас вот такой вот необычный выпуск. Я нахожусь в музее эротического искусства на Новом Арбате. И, в общем-то, этот выпуск пойдет в тему психологии, потому что, конечно же, психология без обсуждения моментов сексуального подтекста и фрейдизма не могла бы, наверное, существовать. Это достаточно такой серьезный объем психологии, которую мы, возможно, будем разбирать, разбирать с вами фрейда когда-нибудь, если вам будет это интересно. Но, в целом, хотелось бы сегодня просто пройтись по этому замечательному, необычному музею и, конечно же, просто посмотреть, что же интересного здесь есть. Итак, ну, такие вот замечательные картины, они нас окружают. Сейчас вы видите мужчину с женщиной. Это, по-моему, самое безобильное, что здесь есть. И сзади меня сейчас будет видно. Такие вот замечательные девушки. Можем подойти поближе с ними, познакомиться. Я тут уже походил. Эту зовут Ирен. Она мне сказала. Ирен сегодня будет моей соведущей. И, конечно же, прекрасная девушка Жасмин. Жасмин немного стесняется, поэтому, видите, она так отвернулась от нас. Ну, есть вот такие вот замечательные модные штуковины. Сзади меня есть прекрасный хвост. Если кому-нибудь, кого-нибудь заинтересует такая вещь, рядом есть секс-шоп, и можно его приобрести. Я слышал, что данная игрушка набирает популярность в последнее время. Вот. Значит, еще одна самая, наверное, красивая картина и самая такая традиционная находится сзади меня. Замечательное такое произведение искусства в греческом стиле. Занимается любовью очень много женщин. Да, женщины, представляете, ну, блин, здесь просто все так неоднозначно иногда бывает. А-а-а! Какой-то огромный пенис, наверное, направляется. Картины. Вульвы. Здесь у нас, ну, здесь у нас ничего интересного. Там всякие деисторические и фаллические штуковины. Здесь идет такое вот замечательное киношко. Можно сесть и трачнуть слегонца, если кому-то станет совсем одиноко. Есть, кстати, очень удобный диван. Тут его не видно. Просто диван и шестер. Тут еще одна подруга у нас стоит. Потрясающая. Назовем ее Жаклин. Такая вот Жаклин. Она тоже стесняется. Видите, она отвернулась от меня. Не будем беспокоить Жаклин. Ну, вот. Ну, и здесь, конечно же, самое потрясающее. Просто я вот прохожу мимо тут недавно. И вижу, да, вот такую вот девушку вроде с грудью. А потом смотрю, и вот такая штуковина. И я сразу, нифига себе. Да, это вот такая вот, такая необычная. Мадам у нас здесь стоит. Или не мадам. Не знаю, как ее можно назвать. Мадам, которая не мадам. Вот. Далее. Тут представлены разные экспонаты. Они, на мой взгляд, достаточно безобидные. Всякие-всякие-всякие штуки. В общем-то... Это, по-моему, что тут написано? Это роботы. Просто роботы, у которых есть половые органы. Ничего особенного. Так вот, самое, что мне здесь приглянулось, это картины. Наверное, картины здесь наиболее полно отображают различные аспекты психологии, различные фантазии. И самая такая, наверное, интересная картина, которая символизирует, на мой взгляд, вот этот вот все. То есть фрейдизм, всю теорию бисексуальности человека. Вот такая вот штука. Смотрите, сзади меня, вот, это вот интересная вещь. Достаточно тут изображено существо, изображено с головой фалоса. Ну, в общем, имеющие мужские и женские признаки, причем очень достаточно ярко выраженные. Помимо даже фалоса и половых луп огромных. Ну, вам, наверное, не видно, но они здесь реально огромные изображены. Вот, а здесь, в общем-то, имеются и достаточно женственные ноги. Вот так вот, пока, женственные ноги и корпус мужской. Достаточно выраженная женская грудь. Вот, вот, мне кажется, что-то, да, что-то здесь такое бисексуальное есть. Ну, вот забавная, кстати, картина. Тут Путин с Обамой развлекаются, письками меряются. Ну, дальше мы проходим. Здесь просто девчонки. Такая, если я не ошибаюсь, не соврать, привычная тусня. Просто, просто куча красивых девчонок отдыхает. О, царевна. Царевна, в общем, тоже присела здесь отдохнуть. Не очень сильно, как-то замущает, удивляет. В общем-то, вот, когда-то Фрей говорил у нас о том, что имеет фаллические символы, да, каждая там вещь, какое-то произведение искусства. Тут, наверное, это наверняка полно отображается здесь. Значит, здесь у нас есть что? Здесь это как бы Кремль, так схематично представленный. То, что он фаллический бонус имеет. И все это так обыграно. Называется картина «Приум в Кремля». Вот так вот, да, и называется. Ну, вот, в общем-то, что... Это греки, кстати, не подумайте ничего плохого. Здесь просто еще рядом находится, ну, типа, эта, комната ужасов, страшилок. Так что никто здесь урги не устраивает. Ну, что же, дорогие друзья, продолжаем наш психологический обзор. В общем-то, тема свинга здесь достаточно сильно представлена. Вот эти вот все потрясающие фотографии, которые вы видите. Это сделаны они, написано посетителем одного из свинг-клубов Амстердама. Вот он находил всех этих замечательных людей, изображенных здесь. И, видимо, фотографировал. И знаете, опять же, да, напрашивается вопрос о том, насколько на самом деле извращено восприятие каждого человека, сексуальность каждого человека. Насколько это все сокрыто. Пока вот мы не попадаем в какое-то место, где все собрано воедино. Воедино, да. Вот, и даже матрешка может приобрести достаточно замысловатые формы. Пресловутый фаллический символ, друзья. После этого подумаешь, показывает ли детям Пиноккио. Да. Так что, дорогие друзья, а вот тут у нас тантрическая икона есть. Так что, дорогие друзья, это, в общем-то, все безумно-безумно интересно. Психология вся и весь психоанализ и наше глубинное восприятие мира, склонность к садизму, мазохизму, который, я уверяю, у каждого есть в той или иной мере. И, в общем-то, глубинные мотивы приобретает. И не только в нашем, так скажем, поседневном сексуальном образе жизни, но и в обычной жизни. Ну, так, допустим, девушка, которая хочет доминировать на мужчины по стиле, я думаю, что она и со своим супругом просто даже в отношениях будет вести себя, ну, соответствующим образом. Как правило, как правило. Ну, всем бывают свои исключения. Дальше, я думаю, что надо начинать с простого, надо начинать с изучения психотипов личности. А потом, если вам будет интересно, мы уже можем разобрать даже подробно каждый предмет здесь представлен, и чтобы он мог символизировать с точки зрения, ну, того же фрейдизма, допустим, потому что много-много очень интересных штук таких здесь представлено. И в том числе, ну, здесь вот у нас сейчас идут предметы искусства, я опять по кругу пошел. Вот они у нас. Это, кстати, сделал такой вот, таких вот замечательных зеленых людей. Тут написано, что сделал человек, который работал, снимал, в общем, он секретные материалы снимал и работал вместе с принятым Тарантино, Тарантино, а также Ози Осборна. Вот. Значит, такая потрясающая желтая женщина. Я ее даже не заметил сразу. Вот. И так. Я что-то здесь, знаете, аж глаза разбегаются, глаза разбегаются. Я все что-то хочу сказать и мысль теряю. Просто столько всего вижу, что мать моя женщина просто, если бы она у меня была. Так. Значит, что дальше? Дальше мы смотрим на вот такие вот вещи. Они уже достаточно историчны. Сейчас я камеру опущу, чтобы вам можно было разглядеть. И это я о чем? Это я о том, что, в принципе, мы можем, если там копнуть глубоко, все проанализировать и так далее, понять то, что природа, ну, так скажем, сексуальности человека, и она развивалась очень долго. Это то, что мы там сочетаем со всеми извращенными, такими и так далее. Это все в эпоху интернета просто стало очень явно, ясно, видно. Мы никогда не были особо какими-то культурными животными. Так скажем, мы всегда хотели быть наиболее доминирующими, так скажем, самцами и наиболее ну, как это, удачными самки, да, хотят быть наиболее привлекательными. Все это для чего? Для того, чтобы был у нас естественный отбор состоялся, а чтобы у нас состоялся естественный отбор, для чего самцу быть привлекательным. Он хочет завоевать, в общем-то, наиболее для него выгруженную самку для продолжения рода. То же самое самка хочет отобрать наиболее выгруженного самца. И дальше у нас вот это такой вот первоисточник, от чего начинается вообще вся природа секса. В итоге они же должны заняться сексом и в общем-то, как бы произвести потомство на свет. Но вся вот это вот все сексуальное стремление, которое у нас есть, и сексуальное развитие в целом делает секс не просто сексом, а превращает это в целую историю, понимаете. Историю, иногда принимающие такие вот очень забавные формы, понимаете. И не всегда можно предсказать, каким образом повернется история и вот чтобы вам было видно, какие примет формы, так скажем. И опять же, для людей, которые считают, что это вот все беда современного общества. А в прошлом люди были очень культурные, верующие, и слово секс произносили только ночью под одеялом. В общем, дорогие друзья, вот такие вот музейные экспонаты у нас есть здесь представлены. Видим сзади меня. Это разные, разные, разные штуковины. которые, в общем-то, имеют разные временные позиции, медицинские инструменты, и у нас в том числе, пройдемте, со мной. Есть такие вот ритуальные всякие фаллосы, всякие штуки ритуальные, что тоже говорит о, так скажем, проблеме вообще девиации и патологии и может быть в какой-то мере нормы различных сексуальных проявлений. То есть можно говорить как о нормальных сексуальных проявлениях, так и ненормальных, вплоть до маньяков, каких-то очень долго. Но к чему вообще я решил вам показать эту экскурсию и на чем бы я хотел, наверное, с вами закончить разговор, подвести, к чему все это. Природа человеческой психики она очень неоднозначна. Она основывается и на пирамиде масла, в которую тоже входит стремление к саморазмножению, репродуктивная функция. Поэтому нельзя данный фактор просто так не учитывать. И вот чем интересен природа девиации, природа вообще фрейдизма и так далее. помимо того, что само слово секс вызывает какие-либо эмоции изначально, так как это один из базовых очень сильных инстинктов тем, что он имеет очень высокие различные проявления и такое высокое разнообразие. Допустим, сзади меня картина, мы до этого видели традиционное совпутствие, а здесь уже что-то такое трансгендерное. Так вот, дорогие друзья, хотелось бы сказать, что в общем сексуальное предпочтение человека это очень важная тема психики. И если вы хотите узнать о ней подробнее, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и в следующих выпусках мы обязательно обсудим какому психотипу, какие девиации наиболее в общем-то по нраву и также вы сможете узнать возможно что-то о себе. да, и это огромный конь. У нас в столице любят конь. Субтитры